Пустозерск – первый русский город за полярным кругом. Именно в таком свете должно быть представлено древнее городище потенциальным туристам. На территории архитектурного памятника накануне состоялось выездное заседание Совета по развитию туризма. О возможном будущем Пустозерска узнала наша коллега Валентина Конюкова. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С такой идеей в древнее городище отправился Совет по развитию туризма. Участники выездного совещания обсудили основные проблемы и возможности развития древнего поселения. Чтобы в результате получился готовый и интересный туристический продукт, который можно будет предложить как местным жителям, так и искушенному туристу. Пустозерск как отдельный комплексный турмаршрут – это очень тяжело. Его нужно включать в какие-то базовые программы. Конечно, Пустозерск вошел у нас уже в проект межрегиональный «Серебряное ожерелье России» как часть этого проекта. Тем не менее, в части внутреннего туризма мы бы хотели расширить возможности. И Пустозерск, он бы был отличной жемчужинкой каких-то базовых турмаршрутов по региону. Начальной точкой на пути следования туристов по маршруту на Ринмар-Пустозерск станет деревня Устье. Здесь планируется создать основной пункт размещения туристов. На территории Устье уже ведется строительство целого комплекса – гостевого дома, музея и пристроек. В планах и реконструкция деревянного острога с башнями образца 16 века, дома воеводы и съезжей избы. И там есть такой проект, как «Самые красивые деревни России». В случае, если будут закончены реставрационные работы, восстановлены те памятники, создан гостевой дом именно с учетом той архитектуры, истории этой деревни, то я уверен, что у деревни есть все шансы подать заявку в Общественную палату России и получить признание, а значит финансирование на продвижение. Для того, чтобы привлечь туристов, сотрудники музея проводят обширную работу в подготовке и разработке экскурсионного материала. Сейчас музейщики пытаются решить проблему по расширению обзорного материала в самом Пустозерске. То есть пока, кроме места казни протопопа Авакома, часовни и трапезной, показывать туристам нечего. Однако, как считают специалисты, внести свою лепту поможет и национальный колорит. Все, что касается самояди, все, что касается ненецких родов, которые были тесно связаны с Пустозерском, экономическими связями, начиная с 17 века, потому что посмотрите на традиционную культуру ненцев, вы увидите огромное количество сукна. А сукно доставлялось только через русские города, в первую очередь через Пустозерск. Естественно, весь металл шел тоже через общение с пустозерами. И пустозеры заимствовали у ненцев очень много. Здесь в Пустозерске происходило взаимопроникновение культур. Сейчас Ненецкий округ имеет большой туристический потенциал. И самая главная задача Совета по развитию туризма – разработать наиболее успешные и прибыльные туристические маршруты. Валентина Конюкова, Игорь Тарасевич, Телеканал Северный.